Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приглашаю вас вместе со мной сделать красивый, надеюсь, что у меня все получится, красивый поднос и подставочку. Ну, точнее, это будет что-то типа мини-подноса, я вообще хотела сделать с ручками, но у меня все-таки довольно маленькая форма, поэтому я решила, что ручки сюда будут неуместны, это просто вот красивый такой подносик или просто подставочка под что-то симпатичное будет. Ну, надеюсь, что у меня все это получится, по крайней мере, задумка у меня вот такая. Делать я все это буду первый раз, поэтому это не мастер-класс, я просто хочу вам показать, заснять этот процесс, как это у меня будет происходить. Я довольно подробно изучила тему эпоксидной смолы, что и как делать, присмотрела похожую работу, чтобы я хотела, чтобы у меня получилось. И основная моя задумка это сухоцветы. Я хочу сделать вот эти вот подстаканники и подносик с сухоцветами. Вот. Значит, сейчас я вам покажу, что я буду использовать. Все-все-все материалы. Значит, первое, это, конечно же, защита, потому что эпоксидная смола, она токсичная. То есть, это масочка. Также у меня здесь перчатки есть. Сама эпоксидная смола у меня от Artline. Вообще, я весь заказ по смолея, практически все у меня оттуда. Значит, смола, кристалл Ханэ Эпокси, повышенной вязкости. Все, что я использую, на все ссылочки оставлю в описании, в инфобоксе заглядывайте обязательно. Дальше. Смазка-разделитель на восковой основе для форм, когда буду использовать, поговорим поподробнее. Опять же, девочки, это не мастер-класс. Просто снимаю свой первый опыт работы с эпоксидной смолой. Рассказываю вам то, как я это поняла по мастер-классам, которые я смотрела. Если я где-то ошибаюсь, делаю что-то неправильное, либо я сама себя потом поправлю, либо вы меня поправьте, если вы разбираетесь в этом вопросе. Далее. Далее у меня сухие пигменты. Перламутровый, белый перламутр и вот такой вот бирюзовый. Далее, что у меня еще? Ну, заканчики я взяла. Скотч. Сейчас будем проходиться по формам обязательно. Да, сухоцветы, с которыми я буду работать. Ну, не обязательно сухоцветы, но многие делают без них. Также у меня есть красивующее золотая пота. Зажигалка. Зажигалка у меня обычная, самая банальная, простая, но на самом деле, мне кажется, это будет не очень удобно. У меня есть такая классная кухонная зажигалка, но она не заправленная, и у меня не получилось ее заправить, поэтому буду мучиться с такой. Надеюсь, пузырьков много не будет. Пинцет. Ну, у меня вот такой небольшой, но он здесь не ухватит. Так, далее. Я прикупила набор вот таких маленьких палочек, и еще у меня есть вот две, которые в наборе. Вот здесь наборчики такие, для токсидной смолы. Вот, пришли. Одна, правда, испорченная, потому что пигмент, который мне положили в подарок, рассыпался и портал палочку. Но если я буду мешать вот этот цвет, то он мне вполне подойдет. Еще я очень бы вам советовала воспользоваться кухонными весами, ну, или весами, есть такие маленькие карманные весы. У меня, к сожалению, в весах села батарейка, я не смогу ими воспользоваться. А мне, знаете, вот сегодня не терпешь, уже не хочу ждать до завтра. Вот, поэтому если у вас есть весы, то, конечно, воспользуйтесь весами. Я, к сожалению, буду отмерять на глаз, но надеюсь, что это не испортит мою работу. Да, потому что мне очень-очень хочется сегодня начать, потому что в любом случае это растянется на два дня, потому что сейчас я буду наносить только нижний слой, на который я буду укладывать сухоцветы. Первое, что мне нужно, это подготовить мои формы. Я уже их помыла, высушила естественным способом, без полотенец. То есть нам самое главное обеспылить поверхность. И все говорят, что сам идеальный способ это скотч. Смолу развожу по инструкции 2 к 1, 2 части смолы и 1 часть отвердителя. Я развожу на глаз, потому что у меня не было весов, но вообще лучше воспользоваться весами или мерным стаканчиком. Хорошо перемешиваем смолу около 3 минут, у меня видео ускорено, поэтому вам кажется, что я перемешала быстрее, но нет, я мешала очень тщательно, долго и собираю все со стеночек стаканчика. Далее я распределила смолу по трем емкостям. Две из них я буду окрашивать и одну оставлю прозрачной. В первом стаканчике я окрасила смолу бирюзовый пилотный краситель. Во втором же у меня перламутровый пигмент. Согласно моей задумке, третью часть смолы я оставила прозрачной. Далее я снова тщательно перемешиваю и уже распределяю смолу. Так как я это вижу, стараюсь сформировать рисунок и сделать плавный переход. На подстаканнике я распределяю смолу иначе, тем самым получаю другой рисунок. Необходимо убрать пузырьки с поверхности смолы. У меня было их довольно много, не знаю, по неопытности или это нормально. Но хочу сказать вам сразу, что такой способ, как я показываю здесь, то есть обычная простая зажигалка, это делать безумно неудобно. Я обожгла себе руки и в следующий раз я уже воспользовалась другой зажигалкой кухонной. И это казалось намного удобнее. В следующий раз я хочу попробовать воспользоваться горелкой. Возможно, этот вариант будет намного удобнее. Ну и теперь самое интересное, распределяя сухоцветы. Забегая вперед, скажу, что здесь я немножко неправильно начала действовать. Необходимо дать высохнуть первому слою смолы, затем нанести второй прозрачный слой и уже на него выкладывать сухоцветы. Иначе наши сухоцветы просто тонут на смоле и тем самым теряются. Но все познается с опытом и уже в процессе работы над подносом я поняла, что делаю что-то не так. Поэтому подстаканник я делала немного иначе. Я дала высохнуть цветному слою и на следующий день, после нанесения прозрачного слоя, я уже распределяла сухоцветы. Эти сухоцветы я заказывала на Валдерес, они мне понравились. Но немножечко не хватило более объемных крупных цветов, но желательно плоских, потому что объемные цветы усложняют работу. И тогда нам необходимо заливать больший слой смолы. Ссылочку на данный набор сухоцветов я обязательно оставлю для вас в описании, поэтому обязательно заглядывайте. Далее я добавляю в работу золотую поталь. Не сразу я поняла, как ее правильно распределять, но довольно быстро я сориентировалась. В общем, берем достаточное количество потали, окунаем ее в смолу и уже в самой работе распределяем смолу. Так с ней работать намного проще и удобнее. Первый слой подстаканника я также добавляю в золотую поталь, распределяю ее по центру. Добавляю достаточное количество, так с работы смотрится намного интереснее. Первый слой готов и необходимо накрыть свои работы, обезопасить их от попадания пыли. Прошло 18 часов, смола полностью схватилась. И это, конечно, очень приятное ощущение смотреть на результат своей работы. Я немного переживала, как будет отходить смола от формы, Но так как сейчас мне вынимать работу из формы рано, я просто посмотрела, насколько хорошо отходит смола от формы. И результат меня очень-очень порадовал. Я уж не знаю, то ли это смола хорошая, то ли форма, или все дело в восковой смазке. Но вообще, я думаю, что тут все взаимосвязано. Лучше использовать и восковую смазку, и хорошую смолу, и хорошие формы. Но мои формы с Алиэкспресс, и знаете, они очень даже неплохие. Итак, я приступаю к работе над вторым слоем. Также развожу смолу, но в этот раз я уже воспользовалась весами. Что, конечно же, намного удобнее. Хотя в прошлый раз мой глазомер меня не подвел. Забегая наперед, скажу, что смолы я развела очень-очень мало. И разводила ее еще дважды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз я уже работала более удобной зажигалкой. Спасибо моему мужу, что он наполнил ее газом. Да, эта зажигалка работает намного удобнее. Так что, если у вас нет горелки, я советую вам воспользоваться именно вот таким вариантом зажигалки. Второй слой подноса я также решила дополнить сухоцветами, потому что в первом слое они потерялись и частично утонули. Необходимо также оживить работу, добавить ей объема при помощи сухоцветов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После того, как второй слой полностью схватился, я заливаю работы финишным слоем прозрачной смолы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok белая краска, точнее пигмент, который мне вообще не понравился. Единственное, да, что мне не понравилось, это вот этот пигмент. И я хотела бы еще поискать красители прозрачные, то есть которые не плотные, да, а такие прозрачные. Мне кажется, тоже будет очень классный эффект. Подносик мы с вами рассмотрели. Сейчас давайте посмотрим подстаканник. Тоже отлично все отходит. Здесь также есть неровности поверхности, как и на подносе. Форма снялась также отлично. Смотрите, какая красота. Мне очень нравится. Если вы обратили внимание, я делала немножко по-разному. И вот такой вариант, мне кажется, более правильным. То есть, когда мы заливаем цвет, нам нужно дать высохнуть цвету, а потом уже выкладывать сухоцвет. Здесь я ошиблась. Это моя, повторюсь, первая работа. И с подноса я начинала. А здесь я уже сделала выводы и не стала делать вот так, как здесь. И вот такой вариант мне нравится больше. То есть, вначале я залила цвет. Он у меня просох. Через сутки я залила прозрачный. Ну, как вы видели, да? И уже выкладывала сухоцветы. И этот вариант намного более правильный. Края работы я также планирую покрыть золотой поталью. Вот такой жидко. Вот она у меня, кстати, здесь. Очень-очень красиво. Мне вот эта работа тоже очень нравится. Единственное, в этой работе цвет однородный, в отличие от вот этой. Да, то есть, была разная заливка. Вот. Но от этого эта работа не менее красиво смотрится. Мне кажется, с золотым краем будет вообще шикарно. Ну, а сейчас давайте отложим вот эти работы и зальем еще один подстаканник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В работе над этим подстаканником я решила использовать синий пигмент, который мне положили в подарок. Перламутровый пигмент я уже не использовала, потому что мне он очень-очень не понравился. Также делила смолу на три части. Березовый краситель, синий пигмент и прозрачная часть смолы. Добавляла поталь и распределяла смолу, чтобы получился более интересный рисунок. Мой подстаканник готов. Сразу скажу, что результат меня не очень порадовал. Я, конечно, хотела, чтобы смола распределилась чуточку интереснее. То ли тут мой недочет, то ли смола как-то не очень хорошо распределилась. Ну, в общем, будем еще пробовать экспериментировать со смолой. И завершающим этапом я покрываю золотой, жидкой поталию края всех своих работ. В процессе работы я поняла, что интереснее смотрится, когда мы покрываем поталию не только торцы изделия, но и основную часть самой работы. Ну, то есть, немножечко заходим на основную часть, рисуя тонкую линию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мои работы готовы, и я хотела бы поделиться своими впечатлениями о работе с эпоксидной смолой. Конечно же, я осталась в полном восторге. Для первого опыта все здорово. В этой работе, как вы помните, я не использовала сухоцветы, это совсем другой рисунок. Но в целом мне не очень понравился сам рисунок, как распределилась смола. Опять же, возможно, у меня просто не хватило опыта, точнее, у меня вообще нет. Вот. Возможно, смола не очень качественная. В следующий раз я хочу заказать смолу на другом сайте, для того, чтобы понять разницу в производителях, разницу в качестве, есть она или нет. Уже нашла подходящий вариант по отзывам. Так что, я думаю, что это не последнее видео на моем канале про эпоксидную смолу. Надеюсь, вам было интересно. Вы, может быть, тоже решите попробовать эпоксидную смолу, работать с ней. Поверьте, нет ничего сложного. Это очень захватывающий, интересный процесс. Я недаром столько времени ждала, чтобы это все дело попробовать. И надеюсь, что уже очень скоро мы с вами вновь будем творить шедевр с эпоксидной смолой. Есть у меня энное количество идей, а также я вдохновляюсь на Пинтересте. Там просто колоссальное количество идей. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Оставляйте свои комментарии, буду очень рада с вами пообщаться. Пишите, понравились ли вам мои работы. И мы с вами увидимся уже очень-очень скоро в моем новом видео. Всем пока-пока!